приехали на пляж понтай эрманис это минут 30 от города паданга здесь есть какая-то достопримечательность вот такая окаменелость возле нее все местные фотографируются я так понимаю что вот это человек окаменелость какого-то человека не знаю в чем прикол но местные любят рядом с ним фотографировать рядом конечно с этим местом куча мусора река вытекает сверху и приносит сюда огромную кучу всякого мусора и дети прям здесь же купаются плескаются прыгают с моста пришли тела полный аленка пришла посмотреть на это необычное зрелище как ты думаешь кто это ладно в интернете посмотрим потом дополним информации что это за окаменелость говорят тут хороший пляж для серфинга для того чтобы учиться вот там в принципе в море много начинающих может быть не только начинающих серферов да грязи очень много но чище чем на пляже самого паданга детки вообще не парятся купаются как будто так и должно быть да вот с этого моста детишки и прям ныряют в эту грязь в общем по поводу этой окаменелости у местных есть такая легенда о блудном сыне какой-то был купец который проклял свою мать и в итоге стал камнем вот этот камень соответственно здесь на пляже хороший серф спот правда грязно миру 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 мы мы на у Мы сейчас едем в сторону острова, который находится неподалеку от города Паданга. На машине вроде полтора часа до них ехать. И потом на лодочках уже на небольших, на самих островах нужно перерегаться. В самом городе Паданга ничего особо интересного мы не нашли. Прошелся, прогулялся по городу, посмотрел на пляж. Пляж очень грязный, там река впадает в океан, рядом с пляжем. А из этой реки, соответственно, там много мусора. Потоком прям выливается все это в океан. Даже есть у меня фотографии, небольшое видео снял, как рыбаки достают сеть. Достают сеть из океана, и у них в сети немножко хорошо проживает. И огромная куча мусора. Сам Паданг такое немножко тяжелое впечатление оставляет. И даже когда в него попадаешь, немножко не по себе становится. Сегодня замечательная погода. Вчера еще был ливень, сегодня уже солнышко. Мы едем сейчас на острова. Хотим посмотреть несколько островов. Посмотреть, какая там природа. Пока есть такая возможность. Может быть, даже останемся, скорее всего, останемся там с ночевкой. На ночи, может быть, на две ночи. Я обязательно сниму видео и покажу вам эту красоту. Мы остановились в местном ресторане. Нужно выбрать что-нибудь покушать, потому что на островах с едой не так хорошо. Что тут у нас есть? Традиционная местная кухня. Непонятное нечто. Не знаю, насколько это съедобно. Наверное, что-нибудь возьмем с собой. Может быть, какой-нибудь на сигаренках, если у них есть, не знаю. Выглядит, конечно, интересно. Вот рыба есть, смотрите. Вот такая вот рыбка. Курица. Взяли еды с собой. Получается рис. И еще курица. И еще, наверное, рыба будет. Да, рыбу барбекю возьмем. И курицу. Это наш замечательный гид, который с нами едет в путешествие. Лучший гид на Паданге. Так что я оставлю его контакты, если вам понадобится. Проверенный человек. Вот это он. И каждый автомобиль есть один, который приобретет. Здесь сделали дорогу. Наш гид рассказывает, что раньше тут вообще было очень опасно проезжать. То есть машину могло спокойно смыть вот туда в овраг. Была очень узкая и опасная дорожка. Сейчас правительство уже заинтересовано в развитии туризма. И они сделали дорогу, чтобы можно было проехать поближе к островам. Природа тут, конечно, очень живописная. Чем дальше от города, тем красивее. Дорога через настоящие джунгли. Потрясающе. Природа. Тут еще, правда, не везде дорогу доделали. Вот сейчас очень медленно едем. Мы приехали в деревню, с которой на лодке сейчас отправимся по островам. Вот она наша лодочка. Наверное? Да. Погода меняется. Это поезд. Надеюсь, мы не попадем на сегодня. Посмотрим, как пойдет. Идем, как поездка. Вот rausк. Серick. Середине. Мы сейчас припарковались в таком интересном месте. Вот это в дом на воде, вода идеально чистая. Короче нам порекомендовали поехать на соседний остров, если мы хотим остаться на ночь, потому что там можно заказать что-то покушать, но здесь, на этом острове, они не готовят. Гоша, мы куда приехали? Или приплыли? Наверно все-таки приплыли. Вот еще один островок, возможно мы на нем сегодня заночуем, посмотрим. Остров с одним единственным отелем, называется Суварнадрипа. Сложное название. Сейчас покажу сам отель. Конечно очень красивое место. Тут прям озеро небольшое под отельчиком. в нем даже рыбу водится сейчас местный человек, ловил рыбу. Что здесь в этом отеле есть? Это зона ресторана. Пока здесь ничего не готовят, видимо потому что туристов нет. Несколько номеров, сейчас покажу, допустим, один к примеру, как это выглядит. на острове, помимо гостиницы, которая прямо получается возле пирса, вот есть еще небольшие такие домики, видимо, тоже сдаются. Наш гид Жуаль не теряет времени, по пути с острова на остров он ловит рыбу. Сказал, вечером поджарим. Подплываем к острову, наверное все таки на этом острове мы сегодня остановимся на ночевку. Сейчас посмотрим, что там. мы приплыли на остров Сиранган, думали здесь заночевать, но условия не очень подходящие, сейчас покажу. вот такой домик стоит миллион сутки, сейчас покажу еще другую виллу вот с той стороны, если посмотреть. Вот такой вариант на берегу стоит полтора миллиона сутки. Плюс еще есть какой-то общий домик, гостиница. Около 700 тысяч стоит комната. Но на самом деле оставаться желания здесь нет, потому что на острове очень много грязи. если немножко отойти в сторонку, то можно увидеть кучу мусора, да и на берегу тоже, и в воде. Поэтому мы решили отправиться в другое место. Наш гид посоветовал нам одно местечко интересное. Сейчас дождь закончится и поплывем туда. Что там, что там? Гид говорит, что здесь бывают большие волны, поэтому лодки в море припаркованы, чтобы их не разбило волнами. Очень интересное местечко. Добраться до этого местечка, Римба, не так-то просто. Вот наши ребята поплыли на маленькой лодке к берегу, чтобы уточнить, можно ли нам на большой лодке туда причалить. Мы вчера невероятным образом нашли это местечко, конечно. Припарковались на лодке. Вот сейчас тоже лодка большая подплывает. Это не совсем просто, потому что здесь у берега риф. А вчера была бы большая вода и волны. Маленькая лодочка, которая поплыла на разведку, она затонула прямо у берега, волной накрыла. И мы сомневались, сможем ли высадиться на берег или нет. Но в итоге все получилось. Ребята опытные на лодке были. Подплыли к берегу поближе. И мы успели выскочить до того, как пришли большие волны. Место, конечно, замечательное. Природа. С одной стороны джунгли, с другой стороны океан. Чистый песочек. Вода. Тут можно и понырять. У берега метров 20 где-то от берега идет риф. А дальше уже начинается глубина. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Во время отлива есть возможность по берегу пройти на соседние пляжи. Там, где вообще никого нет. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А здесь слева есть речка. Сейчас покажу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сегодня я в этой речке катался. Когда была большая вода, прилив из моря. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вода, получается, поднимается вверх по реке. А когда начинается отлив, вся эта вода огромным потоком мощным выливается обратно в океан. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня с Егором здесь катались. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вчера на этом месте был небольшой ручеек. А сегодня, после отлива, прям уже целое русло реки получилось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Местные собаки. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Они очень доброжелательные. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Любят общаться с туристами. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну и охранные свои действия выполняют. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В этом лесу, в джунглях много обезьян. И вот по утрам, по вечерам обезьяны приходят к отелю поближе. Но с деревьев они не слазят. Видимо, собаки их гоняют периодически. Поэтому обезьяны не заходят в сам отель. Только на соседних деревьях сидят. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА